Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников с описанием этих картин. Якоб Йорданс. Кандалес показывает свою жену Гиесу. Около 1646 года, 193 на 157. Это изображение иллюстрирует версию рассказа Геродота о Гиесе. Кандалов был царем древнего царства Лидия в начале 7 века до н.э. Король, гордой красотой своей жены, хвастался ею. Один из его придворных, Гиес, выразил некоторые сомнения по поводу хвастовства короля. Задетый недоверием своего придворного, король пригласил Гиеса увидеть красоту своей жены собственными глазами, когда она ночью будет ложиться спать. Он привел Гиеса в спальню своей жены, где мог наблюдать за ней. Королева, сбешенная королевом, столкнулась лицом к лицу с Гиесом и предложила ему выбор, быть убитым или убить короля. И Гиес убил короля и захватил трон, взяв в жены, овдавившую королеву. На картине изображен момент, когда король и Гиес наблюдают из-за занавеса, как обнаженная королева ложится спать. Сцена помещена в обстановку 17 века, а не античности. Королева повернула голову к зрителю, и ее взгляд можно интерпретировать как провокационный и торжествующий. Йорданс явно использовал эту историю как предлог, чтобы нарисовать свою идеальную обнаженную модель. Маленькая собачка с высунутым изо рта языком сидит у ног королевы. Работа была написана Йордансом в Антверпене и передана коллекционеру Мартину Суван Ленгховену в 1646 году. В 1872 работа была подарена Национальному музею Стокгольма графом Акселем Биелки. Ну, вот такое описание работы якобы Йорданса «Кандалес» показывает свою жену Гиесу. Написана она около 1646 года. Текст взят из интернета. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok